Второй раз подряд сборная России побеждает на этапе Европейской Гран-при серии во Франции. Совпадение это или есть рецепт успеха именно в турнирах на французской земле? Второй раз мы выигрываем в этапе Европейской серии во Франции. Я бы не сказал, что это закономерность, это та работа, проделанная в течение полугода, которую мы смогли реализовать и, соответственно, победить в этом туре чемпионата Европы. За исключением финального матча во всех играх сборная России без особых проблем разбиралась со своими соперниками. Действительно, все было так легко и просто. Я бы не сказал, что это все было легко и просто. Все уровни команды европейских подростков и, соответственно, и каждая команда хотела показать свою лучшую игру с командой европейского чемпионата, то есть со сборной России. Команда Польша очень неплохая была. Команда Испании хотела реабилитироваться за неудачное выступление в мировой серии и, соответственно, показать хорошую игру против нас. И команда Голландии, которая была фаворитом, по какими-то причинами, не знаю по какими, они вообще оказались не в восьмерке и заняли последнее место. Снова очень ярко сыграли Алена Михальцова и Елена Сдрокова, на двоих совершившие 18 попыток. Можно сказать, что в данный период сезона результаты команды зависят от игры именно этих двух игроков. Я бы не сказал, что только от этих игроков зависит. Да, безусловно, они являются нашими лидерами команды, людьми, которые реализуют моменты, но Алена при этом еще и создает моменты. У нас есть ряд игроков, которые выполняют ту работу, которая черновая, это игра в защите, отработка раков, соответственно, вся черновая работа, которую, на первый взгляд, невидимо, да, соответственно, вся команда просто балансируемая, соответственно, эти люди просто реализуют моменты. В прошлом сезоне сборная России проиграла в финале домашнего этапа Европейской Гран-при серии сборной Франции, но в гостях взяла реванш и стала чемпионом Европы. Нет боязни, что сейчас на победной волне может произойти недооценка соперника и в Казани снова победят француженки. Как избежать расслабленности? Про слабности избежать, я думаю, девочки сами понимают, что хороший задел делают на первом туре чемпионата Европы, соответственно, осталось полдела сделано, осталось половина работы, соответственно, все девочки будут сконцентрированы. После завершения мировой серии, в заключительном этапе, мы направляемся на сборной Бронисы, не разъезжаются, и, соответственно, будет идти подготовка порядка 10 дней, и, соответственно, потом состав, который будет 12 человек определён, поедет в город Казань. Какой состав сыграет на последнем этапе мировой серии, который пройдёт в Клермон-Феррани 24-25 июня? Ну, можно сказать, что экспериментально, но половина состава – те девочки, которые у нас уже проходили игровую практику на мировой серии, не в том объеме, которое было им предоставлено, и, соответственно, мы добавили тех людей, которые ещё в этом году не выступали на этапе мировой серии. Будет у нас один дебютант – это Евгения Стебнинская, впервые будет задействована на этапе мировой серии. Так что хочу девочкам пожелать удачи и показать свою лучшую игру.